итак продолжаем массаж массаж шейно-воротниковой зоны номер три для этого мы сдвигаемся немножко корпусом к данном случае к его левой половинке до захват делаем пальцами вот такой сначала будем растирать а потом еще и сжимать клюв гуся сжимания начинать можно прямо вот от шеи насколько вас позволяет поворот рук сделать до проходит до конца и практически вот до дельтовидных мышц это делается быстро 1 2 3 прохода сделали чтобы делать его еще энергичнее я предлагаю все-таки на одну ногу опираться до на которую вы перенесли за весь тело давайте сзади покажу вот я стоял тогда перенес свистел на эту ногу и чтобы движение задавалась от бедра включать бедро получается мы больше энергии больше импульс и питом него туда еще будет круче если вы включите ягодичные мышцы и будете ими расписать тряска она помогает одновременно и сюда больше и передать и самому себе снять напряжение глушевидных мышц понимаете да вот смотрите я не знаю видно там нет попробуйте сзади что ли снять меня вот да сразу же здесь переходим к следующему захватывать поближе отсюда снимите нижним пальцем мы берем мышцы захватываем а верхнем отводим вниз и проходим все по всей трапеции до конца раз два три четыре а теперь обратную сторону верхним давим а этим вперед перед ней до поднимаем раз два три четыре кажется одно и то же но по сути они в две разные стороны растягивать мышцы чтобы запомнить еще раз покажу в первом случае мы растягиваем ее вот так получается да а во втором случае мы растягиваем вот так заканчиваем работу с этой половинкой тем что просто берем всю трапецию и локального так ты медленно тянем теперь с этой стороны но как вы помните все наши движения идут сверху от телепа в сторону сердца и от центра организма к периферии вот будем кровь сверху к рукам теперь захватили вот видите сначала в эту сторону делу захват дохожу до конца мышцы а теперь другую сторону растяжение дохожу до конца мышцы растянули ее растянули полностью все трапеции расслабь расслабь плечи расслабь вот почувствую что он расслабил плечи и уплыли с большим пальцем можно несколько раз так и и приподнять мышцы в вот этого триггерную точку промяли ее и если дальше у нас был во втором свете вот такой прием до крыльянга рисовали то сейчас мы рисуем и палеты для этого разворачивала плеопарда наоборот вот так вот и расширяя ее пальчики проходимся вокруг всей дельтовидной мышцы решаем движение вот здесь на трапеции тоже схватили и каком-то чеком таким да и как тесто как будто накатываем так на себя распущенную соответственно смотрите если у вас было крылья ангела вот мы шли обходили вокруг лопатки такой большой до движения здесь мы только вокруг вот роста этой дельтовидной мышцы вокруг лопатки вокруг ости лопатки этот уходим и возвращаемся обратно вот вернулись кулаки у нас тут же остались и дальше разворачиваем их и прорабатываем вот эту вот холку многих людей она бывает достаточно большая да вот как раз хороший прием и и растянуть для этого наша рука острием костяшку вот этих доходит аж на кость вот она берет за костью и как бы с нее соскакивает сосистох отростков и в сторону валит и кровь в сторону можно в некоторых случаях прямо так вот и растереть у кого большая шишка временно обоими руками то же самое делаем и дальше у нас такой прием который называется еврейский канделябр мы разводим руки с кулаками здесь над лопатками разворачиваем кулаки так чтобы обойти уголок лопатки вы помните уголок лопатки находится по нему просто больно будет чтобы два человека от боли мы для этого руки соединяем и уволим здесь а тут опять их раз разводим и вот до конца раза доходим видите получился рисунок похоже на канделябр то есть это мы нарисовали основание канделябра стержень и его подсвечники вот так вот доходящие до гребня подвздошной кости разрешились второй раз проходимся до конца упираюсь в гребня подвздошной кости не расписание его вазеринфу в бок возвращаемся по ребрам и третий раз проходим можно сделать круговые движения уперлись уже в крестец вместе вместо сочленения крестца с гребня подвздошной кости его пальчиками примерно так и до конца дошли то есть как будто бы мы вот на этих свечах до зажгли везде тут огонек включили подсвечник назад вернулись и большими широкими поглаживающими движениями стерли свой рисунок и сбросили энергетику с рук может считать что свет номер три на этом мы закончим в следующий раз смотрите в следующем видеоролике сет номер четыре там будет еще интересней